О главных событиях в Украине и мире далее в программе «Наше время». Здравствуйте! Сегодня важно знать о таком. Еще больше техники, оружия и боеприпасов для ВСУ. Соединенные Штаты выделили 400 миллионов долларов на поддержку Украины и анонсировали продолжение поставок вооружений. Что мы можем сделать, как партнер Украины, так это продолжать поддерживать ее военным отношениям. Российские диверсанты под прикрытием бронетехники пытались прорвать границу Харьковской области. Силы обороны Украины выявили и ликвидировали захватчиков. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерии. Атаки беспилотников на российские НПЗ обвалили экспорт нефтепродуктов страны-агрессора. Сегодня из-за попадания дрона горел крупнейший нефтезавод в Калужской области. НАТО продолжает крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. Часть маневров Альянс проводит в Эстонии, которая может стать следующей целью Путина. Думаю, то, что происходит в Украине, дает нам уроки, которые необходимо усвоить. Вашингтон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на 400 миллионов долларов. Как сообщил Пентагон, Соединенные Штаты передадут ракеты для систем ПВО Патриот и Насамс, боеприпасы для Хаймерс, а также артиллерийские снаряды и зенитные ракеты Стингер. Как ранее отметил официальный представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер, в течение ближайших недель Белый дом объявит и о других поставках. По его словам, выделенные Конгрессом деньги Украине уже используются. Что мы можем сделать, как партнер Украины, так это продолжать поддерживать ее в военном отношении, поддерживать ее экономику и делать все возможное, чтобы помочь Украине выстоять. Вы видели, что мы реализуем ряд политических решений в этом направлении, и выделенные нами деньги уже были переданы как дополнительное финансирование. Я могу заверить вас, что в ближайшие несколько недель будет еще больше сообщений по этому поводу. В Киев приехала президент Словакии Зузанна Чапутова. Визит проходит в рамках прощального турне перед истечением срока ее полномочий на посту. Это уже четвертый визит Чапутовой в Украину и третий во время полномасштабной войны. Она встретилась с президентом Украины, обсудили ситуацию на фронте, экономическое и военное сотрудничество, а также предстоящий саммит мира, который пройдет в июне. Владимир Зеленский подчеркнул, что для Украины важна не только военная помощь стран-партнеров, но и дипломатическая поддержка. Наше взаимодействие сейчас – это то, что составляет основы безопасности для наших народов на десятилетия вперед. Сегодня мы подробно обсудили ситуацию на фронте. Я проинформировал госпожу президента об очередной попытке россиян расширить наступательные действия на востоке нашей страны. Также обговорили наши потребности, в частности, на вооружение. Чтобы сорвать то, что пытается совершить оккупант. Сейчас не все партнеры оперативно выполняют договоренности. Мы нуждаемся в максимальной сосредоточенности наших друзей, друзей Украины, чтобы ускорить поставки. Словакия была первой страной, которая предоставила системы противовоздушной обороны и самолеты. Все, что мы могли дать, все дали. Я счастлива, что сотрудничество между нашими странами и правительствами продолжается. Это и инфраструктура. Мы договорились, что будет запущен поезд Киев-Кошице. Договорились, что увеличится транзит электроэнергии. А также, конечно, речь идет и о военной сфере. Бельгия выделит еще 9 миллионов евро на восстановление энергетического сектора Украины. Как сообщила министр по вопросам сотрудничества и целях развития страны, Каролин Ганнес, эта сумма является частью нового пакета поддержки Брюсселя. На эти деньги планируют восстановить энергетическую инфраструктуру Харькова, который российская армия обстреливает фактически ежедневно. Также отмечу, Украина и Бельгия начали переговоры о соглашении по безопасности. Обстреливают всем, что есть на вооружении. Путинская армия продолжает применять тактику выжженной земли, атакуя авиацией и РСЗО города Донецкой области. По данным Генштаба ВСУ, все чаще российские оккупанты обстреливают Лиман. Разрушенный в начале полномасштабного вторжения город, который после деоккупации начал возвращаться к жизни, вновь под огнем противника. Больше расскажет Алена Грамова. Ночью 9 мая российские войска массированно из реактивных систем залпового огня обстреляли прифронтовой Лиман. Ровно сутки здесь проходили следственные мероприятия. На месте были обнаружены взрывоопасные предметы. Лишь сегодня нам удалось попасть на место трагедии и увидеть, что осталось от одной из городских улиц. Так масштабно российская армия атаковала Лиман во время начала полномасштабного вторжения в 2022 году. Виктор рассказывает, во время оккупации из города не эвакуировался, хотя обстрелы были очень сильными. Истинную правду говорю. Господи, слава тебе. У-у-у, летит, перекрестился. Господи помилуй. Оттуда летит на наш дом. Только Бог охранял. Правда. Пережили такое, что не дай Бог. Во время обстрела 9 мая российская армия использовала реактивные системы залпового огня «Смерч» и авиацию. Повреждены три многоэтажных дома и пять десятков частных. Местная жительница Светлана рассказывает, её дом был очень близко к эпицентру взрыва. Есть у вас успокоительное? Я выпью, расскажу. Есть у вас успокоительное? Я выпью, расскажу, а то у меня трясёт. Сахарный диабет, выпью таблетки. Но знаете, это как не ожидаешь или ожидаешь, но не ждёшь. Вылетели мы с кровати, а с кровати в угол. Не знаю как, но чудом остались живы. Также обстрелом были повреждены газотранспортные коммуникации. При этом, несмотря на то, что сейчас фронт от города находится всего в 15 километрах, здесь продолжают восстанавливать газоснабжение. Бригады газовой службы регулярно выезжают на места обстрелов. На вчерашнее число 290 абонентов отключили от газа. Здесь, где мы стоим, 20 и 270 – другой участок. Те 270 сегодня будут запускать, ну а здесь надо работать с саперами. Люди это всё понимают, те, что сейчас без газа остались, ждут. Всё сделаем, только когда нам дадут зелёный светофор. Также во время таких обстрелов в лесах вокруг города участились пожары. Только за последние дни спасателям удалось ликвидировать возгорание 470 гектаров леса. Лиман считается одним из самых разрушенных вследствие атак армии Российской Федерации. После российской оккупации в 2022 году город разрушен на 80%. При этом здесь остаётся около 2500 мирного населения. 11-летний ребёнок и 72-летняя женщина пострадали в результате утреннего обстрела Харькова. У них острая реакция на стресс, сообщил глава областной военной администрации Олег Сенегубов. Российские войска нанесли ракетный удар по городу рано утром. Повреждены 12 частных домов, 3 из них, а также несколько хозпостроек загорелись. Спасатели ликвидировали возгорание и эвакуировали людей. Олег Сенегубов также сообщил, что российские оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. В частности, утром и днём армия РФ атаковала Волчанск. Один человек погиб, пятеро ранены. Кроме этого, россияне ударили по селу Черкасские Тишки. Там также есть погибший. Враг продолжает обстреливать гражданских Харьковской области, а также приступил к новому этапу наступательных действий на северном направлении области. Боевые бригады встретили противника огнём. Продолжаются тяжёлые бои в приграничных районах Харьковской области. На Купинском направлении отражено 17 атак. Вражеские ДРГ могут заезжать на некоторые наши территории, но получают отпор от украинских защитников. Для Харькова наземной угрозы нет. У врага нет наступательного потенциала. Олег Сенегубов, председатель Харьковской областной военной администрации, в Телеграм. Силы обороны Украины разбили диверсионные группы российских войск, которые пытались прорвать украинские позиции в Харьковской и Донецкой областях. Подробнее об этом, а также общей ситуации на передовой далее в сводке Генерального штаба ВСУ. В Министерстве обороны Украины рассказали подробности безуспешной попытки прорыва российских диверсантов в Харьковской области под прикрытием бронетехники, которая произошла в 5 утра. В ведомстве отметили, что силы обороны Украины продолжают сдерживать атаки противника. А также, как отметил президент Украины Владимир Зеленский, украинские военные знали о намерениях российских оккупантов и готовились встретить противника огнем. Украина взустрела их там. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут еще увеличивать и подтягивать силы на этом направлении. Но наши военные, наши командования знали об этом и рассчитывали силы, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой на этом направлении. На данный момент остановили артиллерийским огнем противника. Это, считаю, такая новая стратегия введения войны. Не имея реальных больших успехов на востоке и на юге, пытаются создать новый очаг напряжения, растянуть наши силы и средства, создать еще один очаг военных операций на тактическом уровне, ну и, конечно, сковать наши резервы, которые мы готовили для контрударов, а, возможно, перспективы для нанесения более мощных ударов по противнику на востоке и на юге. Кроме того, колонна российской бронетехники была уничтожена под Авдеевкой Донецкой области, возле села Соловьева. Воины 47-й механизированной бригадой разбомбили три танка россиян, три бронетранспортера, один плавающий бронетранспортер, а также новейший российский Т-90М «Прорыв» и пехоту. За сутки, по данным Генштаба ВСУ, на фронте произошло 91 боевое столкновение, самая сложная ситуация на Авдеевском направлении, где украинские войска отбили 22 атаки, а также на Бахмутском, там армия РФ 17 раз пыталась прорвать украинскую оборону. Кроме того, ВСУ также отразили 10 штурмов россиян на Купинском направлении, 6 на Лиманском. Также безуспешно российские оккупанты атаковали на Ореховском, Слобожанском, Новопавловском направлении. Каких-либо признаков формирования наступательных группировок мы не видим, как и изменения состояния и положения противника на нашем направлении. Российские оккупанты ведут штурмовые действия в районе Работина и Крынок. Накануне предприняли 21 попытку прорвать оборону, однако все они были неудачными. Дмитрий Плетенчук, начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны Юга Украины. В эфире марафона «Еды не новыны». Тем временем в Севастопольской бухте временно оккупированного Крыма партизаны провели разведку. Им удалось зафиксировать там суда Черноморского флота РФ. Согласно сообщениям движения сопротивления «АТЭШ», два из них находятся на относительной глубине. Остальные суда пришвартованы к берегу. Как отмечают партизаны, наблюдение за остатками Черноморского флота россиян ведется неустанно. В режиме 24 на 7 мы отслеживаем количество размещения и активность российского оккупационного контингента. Они не усвоили, что единственный шанс сохранить свою жизнь – уйти с оккупированных украинских территорий. Но «АТЭШ» готов преподнести им еще один урок. Из сообщения партизанского движения «АТЭШ» в Телеграм. Ущерб Черноморскому флоту России на полмиллиарда долларов нанесли украинские дроны «Магура В-5». Как заявил представитель главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, морские беспилотники постоянно совершенствуются и дают новые результаты. Юсов назвал «Магура В-5» одним из самых главных истребителей российских кораблей. Секрет украинского морского беспилотника «Магура В-5» в мастерстве украинских производителей. Они смогли создать уникальное средство уничтожения вражеского флота и не только флота, но и вооружения и личного состава на борту в момент уничтожения. В сочетании с мастерством операторов и специалистов главного управления разведки Министерства обороны Украины. В частности, спецподразделения группа 13 ГУР Минобороны Украины. Андрей Юсов, представитель главного управления разведки Минобороны Украины, в эфире марафона «Еды не новыны». По данным Генерального штаба ВСУ, еще 980 российских оккупантов удалось ликвидировать за минувшие сутки. Всего же с начала полномасштабного вторжения России в Украину силы обороны ликвидировали почти 480 тысяч российских солдат. Также за сутки было уничтожено 5 танков противника, 32 боевые бронированные машины, 47 артсистем, 51 беспилотник и более 70 единиц автомобильной и специальной техники. Канада выделила более 55 миллионов долларов США на инициативу Германии, целью которой является быстрая закупка и доставка в Украину систем ПВО для отражения российских атак. Об этом на встрече со своим немецким коллегой Борисом Писториусом заявил министр обороны Канады Билл Блэр. Берлин выступил с этой инициативой еще в прошлом месяце из-за усиления российских ударов по мирным городам Украины. Эта инициатива объединяет деньги и ресурсы международного сообщества для быстрого поиска и доставки систем противовоздушной обороны и ракет для Украины. Это поможет нам купить и поставить воздушные системы, такие как РИСТЭ, которые должны быть поставлены в ближайшие недели. И не только со вчерашнего дня мы все знаем, что системы противовоздушной обороны спасают жизни каждый день и каждую ночь. Россию снова атаковали дроны. На этот раз беспилотники ударили по крупнейшему НПЗ в Калужской области. Губернатор сообщил, что на заводе произошел пожар, который уже ликвидировали. Отмечу, что по данным The Moscow Times, постоянные атаки дронов на российские НПЗ привели к обвалу экспорта нефтепродуктов из России. В апреле, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, зарубеж было вывезено на четверть меньше мазута, на 20% нефти и на 28% дизельного топлива. В правительстве Польши создают комиссию для расследования влияния России и Беларуси на страну. Об этом сообщил премьер-министр Дональд Туск. Он отметил, что планирует встретиться с представителями ведомств безопасности. Обсудят попытки влияния Москвы и Минска в контексте скандала с судьей-перебежчиком, который, напомню, попросил политическое убежище в Беларуси. Также, начиная с 2020 года, Минск активно провоцирует беспорядки с мигрантами на границе. А еще самопровозглашенный президент Александр Лукашенко периодически грозит Польше и Литве вторжением либо ядерным ударом. Также Польша укрепляет границу с Беларусью. Министр обороны страны в интервью польскому радио рассказал, что пограничники уже усиливают металлическое заграждение. Кроме этого, в планах строительство бункеров и оборудования траншей. Мы ремонтируем и укрепляем заграждения на польско-белорусской границе. Расходы на эти цели являются самыми высокими за всю историю Польши. Ремонтируем и укрепляем дамбу. В Подляском воеводстве находится военная группа. В Люблинском, Мазовецком, Варминско-Мазурском воеводствах присутствует армия и союзные войска. Владислав Косиняк-Камыш, министр обороны Польши. Военнослужащий российской армии перешел на украинскую сторону и вывел раненых бойцов ВСУ с оккупированных территорий. Связаться со штабом ГУРа ему помогла программа «Хочу жить». Россиянин заявил о желании переехать в Украину и воевать на стороне ВСУ. Теперь он боец легиона «Свобода России». Историю перехода расскажет Никита Скобликов. «Если вы хотите сохранить свою честь и достоинство, если вы не хотите быть военными преступниками и марать руки в крови, служить тирану Путину, у вас есть такая возможность. И выбор есть всегда. Украина, проект «Хочу жить», координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными, готовый оказать всю необходимую помощь для того, чтобы русские военнослужащие перешли на сторону Украины и перестали принимать участие в геноцидной оккупационной войне Путинской России». Как сообщил представитель главного управления разведки Минобороны Украины, более 260 военных армий РФ разных званий смогли воспользоваться проектом и уже находятся в Украине. Среди них Дмитрий. Он не захотел воевать против Украины. Теперь он рекрутер в Легионе Свободы России. «Хотелось бы сказать, выразить благодарность Украине и народу за то, что дали возможность воевать на стороне Путина и его войск, так как не хотелось. И благодаря проекту «Хочу жить» удалось прийти сюда, по пути там сделать что-то хорошее». Обратился боец в проект «Хочу жить» в апреле 2023-го. Тогда же должна была пройти операция по спасению двоих раненых украинских десантников, которые более полутора лет находились на временно оккупированной России территории Украины. Несмотря на тяжелое состояние, украинские военные передавали координаты местоположения противника и другую важную информацию. Раненых украинских десантников поддерживало местное население. Неравнодушные скрывали их в собственных домах, оказывали медицинскую помощь, давали еду и связь. «Я получил ранение утром, и мне пришлось из больницы уйти. Люди мне помогали с лечением дальше. Утром тогда уже заходили россияне в этот населенный пункт. Мы там находились как гражданские, можно сказать, но по улицам мы старались поменьше ходить, чтобы нас никто не видел. Мы выходили очень редко, в основном вечером». Украинская армия объединила спецоперации по спасению украинских десантников и сопровождению бывшего военного армии РФ на подконтрольный ВСУ позиции. Для россиянина изготовили документы, которые обеспечили ему выезд с оккупированной территории. Позже он также угнал машину и раздобыл военную форму РФ для украинских военных. Впоследствии им удалось проехать через 18 блокпостов и добраться до места, где их уже ждали в ВСУ. «Документы непосредственно на ребят тоже же сделал. Но беда была то, что по-русски они совсем плохо разговаривали, а там блокпостов уйма была. Он сказал, ну что, не мельчите. Ну, потом уже встретились в точку, где мы встретимся. Приехал, забрал, понял, что они по-русски не разговариваются. Ну, спрятал машину. Форма новая была, извалялись в грязи. Ну, как будто, ну, как, не на парадже. То есть, проехал, ну, какие-то блокпосты легко какие-то, посложнее. Ну, в общем, все переехал. Доехали до точки выхода. Взяли лопаты, якобы пошли копать. Вот. Ну, с лопатами и перешли без оружия. Для них вкладывали. По словам Дмитрия, самым сложным оказалось решиться связаться с украинским проектом, поскольку было ощущение, что за ним все время следит ФСБ. Однако сейчас он в безопасности. Семью также эвакуировали из России. Возвращаться в РФ не планируют. Известно, что за время работы проекта «Хочу жить» было получено уже более 35 тысяч заявок от россиян, которые не хотят участвовать в путинской войне против Украины. И к другим важным темам. НАТО продолжает крупнейшие военные учения со времен Холодной войны. Часть маневров проводят в Эстонии, недалеко от границы с Россией. Там задействованы современные ударные вертолеты, а также более двух тысяч солдат, матросов, пилотов и десантников из четырех стран. Эстонии, США, Польши и Великобритании. Задача учений – отработать боевой сценарий по захвату территории и удержании плацдарма. Наша задача, как военнослужащих, быть готовыми. И нет смысла ждать, чтобы подготовиться. Мы должны быть готовы сейчас. Думаю, то, что происходит в Украине, дает нам уроки, которые необходимо усвоить. Поэтому нужно понимать, независимо от того, возникнет ли угроза сегодня, завтра, в следующем году или через 10 лет, мы должны быть настолько готовы, насколько это возможно сейчас. Глава службы военной контрразведки Польши заявил, что Россия может провести военную мини-операцию в странах Балтии, где в последнее время участились гибридные атаки Москвы. Как отмечает The Wall Street Journal, следующей целью Путина может стать эстонский город Нарва. Подробнее об угрозах Кремля в сюжете Кристины Домбровской. Глушение сигналов GPS в воздушном пространстве Эстонии является преднамеренной российской гибридной атакой, уверен министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахна. По его словам, проблема затрагивает не только его страну, а также Латвию, Литву, Финляндию, Норвегию, Швецию и Польшу. Например, под давлением сигнала GPS Россия нанесла серьезный урон авиасообщению в регионе. Минимум на месяц приостановлены полеты между Хельсинки и Тарту. В соответствии с Международной конвенцией, участником которой является и Россия, в работу GPS никакое государство не имеет права вмешиваться, подчеркнули в Министерстве иностранных дел Эстонии. За последние полтора года эта проблема стала очень серьезной в нашем регионе. Если посмотреть на действия России, то эта атака на GPS является частью гибридной акции, направленной на то, чтобы нарушить нашу жизнь и всевозможные международные соглашения. Но это типично российская акция. Есть множество доказательств, откуда это происходит. Из-под Санкт-Петербурга, из-под Пскова, из Калининграда. А вот симметричные ответы на гибридные атаки России не считаются уместными в западных демократиях, говорят аналитики. Целью различных гибридных действий России является запугивание, создание замешательства в странах. Испытываются границы. Политической целью также может быть создание финансовых затрат, поскольку отражение атак или ликвидация последствий истощают власть и бюджет. А иногда злоумышленник хочет послать политический сигнал или наказать другую страну за какие-то политические решения. Хенрик Пракс. Старший аналитик финского центра передового опыта по гибридным угрозам. В комментарии эстонскому изданию Постимес. Помехи влияют не только на гражданскую авиацию, но и на работу беспилотников. Например, в эстонском городе Нарва. По информации местных СМИ, сигналы GPS активно глушатся в последнее время. Одной из причин может быть тестирование россиянами своих систем, говорят аналитики. Как пишет The Wall Street Journal, эстонский приграничный город с Россией может стать одним из потенциальных объектов дестабилизации. После полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году Путин публично назвал Нарву исторически российской землей. В ответ в эстонском правительстве заявили о необходимости инвестиций в оборонную промышленность и сборе разведывательной информации. Угрозы не являются потенциальными или теоретическими. Россия не скрывает своих целей в этой войне. Она хочет контролировать всю Украину и в корне изменить архитектуру европейской безопасности, создав своеобразную буферную зону на ее западных границах, разрушая при этом НАТО и Европейский Союз как эффективные организации по безопасности. Йонатан Всевиов, генеральный секретарь Министерства иностранных дел Эстонии. В комментарии The Wall Street Journal. Тем временем в Эстонии 9 мая на самой границе с Россией на стенах Нарвского замка второй год подряд вывесили плакат с надписью «Путин – военный преступник». Также на стене разместили флаги Эстонии, Европейского Союза и Украины. По оценке Министерства культуры Эстонии, они должны напомнить восточным соседям о терроре, которые Россия проводит на территории Украины. Военную агрессию России, поставки оружия и финансовую помощь Украине, а также ситуацию на Ближнем Востоке, обсудили в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альборес. Также они подписали совместное соглашение о борьбе с дезинформацией. Испания и Соединенные Штаты – самые сильные союзники по НАТО. Мы работаем вместе по поддержке Киева, и мы выступаем против продолжающейся агрессии России в Украине. Мы также работаем ради мира на Ближнем Востоке. Сегодня мы подписываем важный меморандум о взаимопонимании по манипулированию иностранной информацией. И это говорит о том, что это огромная проблема не только для обеих наших стран, но и для демократии во всем мире. Сегодня мы переживаем решающий момент в наших евроатлантических отношениях. Именно поэтому так важно, чтобы мы с союзником Европы, Соединенными Штатами, укрепили связи в преддверии саммита НАТО, который пройдет здесь в июле. Испания только что завершила переговоры с Украиной по нашим двусторонним обязательствам в сфере безопасности. И мы будем вместе до тех пор, пока это необходимо. Премьер-министр Исландии примет участие в саммите мира. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам телефонных переговоров с главой исландского правительства. Кроме этого, Бьярни Бенедиксон подтвердил готовность использовать свои личные контакты в Африке, чтобы убедить как можно больше стран глобального юга присоединиться к саммиту в Швейцарии. Мы обсудили предстоящий саммит Украина-Северная Европа, а также переговорный процесс по подписанию двустороннего соглашения по безопасности. Украина благодарна Исландии за ее лидерство в коалиции по разминированию и практическую помощь энергетической системе Украины, что особенно важно перед лицом атак России на нашу энергетическую инфраструктуру. Владимир Зеленский, президент Украины, соцсети «Икс». Украина получила первый авиатренажер истребителя F-16. Его передала Чехия одной из бригад тактической авиации. Об этом заявил командующий воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он поблагодарил союзников и подчеркнул, что кроме самих истребителей нужна мощная учебная база для молодых летчиков. Модуль тренажера уже тестируют и готовят к использованию. Это не симулятор. Это не симулятор. Это полноценный авиационный тренажер с реальной кабиной самолета F-16. Летчик может почувствовать, где рычаги управления, что он видит в полете, какие сигналы проходят. Выконуем взлет. Проход по маршруту. Выполняем взлет. Проход по маршруту, выход на цель и применение нашего вооружения. У нас есть ракеты класса «воздух-воздух». И сейчас пробуем использовать поиск цели, захват этой цели и пуски ракет. Помню, в рамках авиационной коалиции Украина ожидает поставок F-16 от Норвегии, Дании, Нидерландов и Бельгии. По данным западных СМИ, первые истребители передадут уже этим летом. А пока в ряде стран продолжается обучение украинских пилотов. Разминирование Украины продолжается. Несмотря на постоянные боевые действия в Запорожской области, саперы и пиротехники не прекращают свою работу. Исследуя территорию, они находят не только современные мины и боеприпасы, но и снаряды времен Второй мировой войны. Минометную мину на пляже обнаружили местные жители во время прогулки вдоль берега Днепра. Сразу вызвали пиротехников ГСЧС. «Сегодня была заявка от населения. На берегу Днепра обнаружили взрывоопасный предмет, похожий на минометную мину». Находка оказалась минометной миной калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Чтобы убедиться в безопасности территории, спасатели обследовали городской пляж полностью. После обследования мы обнаружили еще одну такую же мину калибра 82 мм времен Второй мировой войны. Это все происходит потому, что вода очень сильно спала, примерно на 10-15 метров. Возможно, даже больше в некоторых местах отошла от берега. После катастрофы на Каховской ГЭС, которую в июне прошлого года подорвали российские войска, русло Днепра обмелело, и на поверхности оказались боеприпасы, которые пролежали на дне водохранилища почти 80 лет. Тогда на берегах Днепра шли активные боевые действия. За прошедший год сотрудники ГСЧС обнаружили и обезвредили на побережье Днепра почти полторы сотни взрывоопасных предметов. От гранат до 100-килограммовых авиабомб. «Очень часто, почти каждый день мы выезжаем на берег Днепра, на левый и правый, и находим разнообразные боеприпасы, такие как авиабомбы, минометные мины, ручные гранаты». Все обнаруженные боеприпасы пиротехники вывозят за черту города, чтобы в безопасном месте их ликвидировать. О важных новостях также можно узнавать в нашем Телеграм-канале. Мы обновляем страницу регулярно, добавляя актуальное видео, интервью и комментарии эксперта. Чтобы подписаться, сканируйте код на экране и переходите по ссылке. На этом наше время подошло к концу, однако эфир «Фридом» продолжается. Далее говорить о важном будет Юрий Кулинич. Дождитесь. Редактор субтитров А.Семкин